У нас в эфире был Александр Фридман, такой политический обозреватель, наверняка вы знаете его, и он вот сказал следующее. Интервью Тихановской, в котором она говорит об имперских амбициях в российском обществе, в том числе в оппозиции, очень перекликается со знаменитой статьей Зенона Станиславовича Позняка о русском империализме и его опасности. Статья эта была написана аж в 1994 году. Вы не находите, что позиции Тихановской и Позняка в отношении России сближаются? Видите ли вы в этом какой-то позитив? И может быть не такая уж и фантастика в недалеком будущем, ну какой-никакой, а союз Тихановской и Позняка, хотя бы сотрудничество? Ну союз это сложнее, сотрудничество я думаю, что вполне возможно. То, что позиции сближаются, ну так Зенона Станиславовича позиция там последние 30 лет не менялась. А то, что говорить про Светлану Георгиевну, ну я думаю, что когда она пришла в политику, она собственно ничего в ней не понимала. Была обычная домохозяйка, а все-таки время взяло свое, появились какие-то знания, понимания, плюс исторический момент. Ну собственно выводы вполне рациональны. И те выводы, которые делал Зенон Станиславович там в 1994, кстати статья пророческая во многом, рекомендую перечитать желающим, тем кто не читал тогда, хотя бы сейчас. Если честно, тогда я сам в эту статью не поверил, она оказалась фантастической. Еще раз, о русском империализме и его опасности. Зенон позиционал в 1994 год. Да, в 1994 год. Я очень хорошо помню эту статью в 1994. Я конечно же читал тогда, но мне она показалась фантастической. Мне показалось, что такого быть не может, что там много преувеличений, но как видим во многом она оказалась пророческой. Ну а то, что у Тихановской позиции, так она просто начала разбираться немного в политике, поэтому и пришла к очевидным выводам, которые были очевидны для Зенона Станиславовича еще в 1994. Мы запустили опрос. Кстати, да, давайте. Об опасности русского империализма для Беларуси говорят о Тихановской и поздняк. Возможен ли союз? Пока проголосовало чуть меньше 200 человек, но вот... Давайте мы подождем результатов. Результаты, конечно, да, интересные. Хотя, да. Я бы сказал, я бы скорее употребил не союз, потому что союз это слишком громко и слишком сильно, а сотрудничество, продуктивное сотрудничество, на мой взгляд, почему бы нет? Хорошо. По поводу хороших русских. Да? Ну, никуда не деться, все равно есть такое государственное образование на Востоке. Вот Андрей Курейчик недавно говорил о том, что есть такая сила в российской оппозиции, которую нашим демократическим силам стоило бы рассмотреть в качестве союзника. И это не Навальный, не Ходорковский, а это Илья Пономарев и российские добровольцы в Украине, бойцы русского добровольческого корпуса и Легион Свобода России. Как вам кажется, Дмитрий, есть ли среди хороших русских союзники демократической Беларуси? Или россияне токсичны, как вот у нас Павел Слюнькин был в эфире, токсичны и в значительной степени отравлены империализмом, как он считает? Ну, слушайте, я же в этом движении очень давно, я скажу так, что из большинства, не из всех, но из большинства русских демократов империализм вылазит после второго стакана вискаря. Со многих с первого. Бывают те, кто действительно понимают, очень редко, но бывают, что Россия должна стать нормальным национальным современным государством, перестать быть империей, в этом ее будущее. Такие люди мне встречались, но буквально я их могу посчитать по пальцам одной руки из российской оппозиции, с кем мне приходилось общаться. Ну, кто это? Ну, воздержусь от называния имен. С Пономаревым я не знаком, но, честно говоря, как бы я склонен относиться ко всем россиянам с большим, так сказать, подозрением. Давайте не путать Пономарева и РДК. РДК – это люди, которые сражаются, они как бы сейчас союзники Беларуси, они союзники Украины, у нас общий враг Российской империи. И имперские россияне, я считаю, что для нас они на данный момент хорошие русские. На данный момент. Кстати, да. Ну, а как? А как? Политика такое дело. Сегодня пригодился. Ну, я покажу. Смотрите, с чего мы начинали. Мы начинали с Тихановской и Позняка. И в 94-м восприятии статьи о русском империализме было одно, сейчас другое. Мы начинали с того, что Тихановская, как она относилась к вопросу России, когда она только появилась в политике, как относится сейчас. Это нормально. В политике могут меняться позиции, могут меняться взгляды, могут меняться интересы. Это правда. Хорошо. Насчет Ильи Пономарева, я думаю, что вполне можно рассмотреть для приглашения к нам в эфир. Просто так, заметка на полях, чтобы не забыть. Сейчас многие, ну, многие, все обсуждают войну в Израиле. Прилетел Ахмед Аль-Мадбух. Да? Нет, не прилетел никуда, а заявил в интервью российскому информагентству, спутник, что Беларусь могла бы стать медиатором в вопросе урегулирования Палестино-Израильского конфликта. Это Ахмед Аль-Мадбух, это посол Палестины в России. Он сказал, что вот Республика Беларусь пользуется авторитетом у нашего народа, а также имеет хорошее отношение с Израилем. Поэтому считают, что Беларусь может играть роль медиатора и, возможно, достичь остановки войны на Ближнем Востоке. О, какие сильные. А для Лукашенко такое ощущение, что это вот прямо, он не знает, куда ему деться. Потому что иранец приезжал на прошлой неделе, вроде как и поговорили, и вроде как, да, вот. Вот осудить сианистский этот выпад, вроде как там пришли к такому заключению. А с другой стороны, вот все-таки действительно Израиль как бы не хочется потерять. Вот что ему сейчас делать? Как он себя поведет, как вам кажется? И почему он до сих пор не напялил это пальто миротворца Белая? Ну, вообще, Александр Лукашенко антисемит. Достаточно выражен. У него было много высказываний антисемитских. Эта позиция ему близка. Может быть, он не антисемит такой, как вам сказать, системный, но как минимум бытовой. Это последние лет 15 он стал более-менее приглаженным. А в начале своей карьеры у него было достаточно много высказываний про Бобруйск, например. И про то, какое это было грязное место, после чего там приходилось некоторым товарищам лететь в Израиль и налаживать отношения. С другой стороны, говорят, две недели пришлось пить со всем Израилем. Яхубовичу несчастному. Не худшая страничка в биографии. Не худшее приключение. Да, не худшее приключение, но тяжело. Значит, тем не менее, смотрите, мне кажется, что дело не в Лукашенко, дело в том, что у нас происходит смена эпох. Как я надеюсь, у нас происходит смена эпох. И вот то, что происходило в Белоруссии. То, что происходит в Украине, российское вторжение и война России, попытка захватнической войны против Украины. То, что происходит в Израиле. А почему все это стало возможным? Не потому, что Россия такая могучая, или не потому, что Палестина супер продвинутое государство. Потому, что Запад имеет силу, но не имеет воли. А, скажем, вот этот намечающийся союз, Иран, Лукашенко, Северная Корея, Палестина, еще какие-то государства. То есть, по большому счету, это все один процесс. Это процесс, который определяет вообще, куда мы будем развиваться как планета и как человечество. Будем мы развиваться вместе или разделимся на несколько лагерей. Это про противопоставление свободы и несвободы, контроля и возможности выбора, архаики и модернах. Потому, что если отбросить вот эти, понимаете, такие исторические, сиюминутные какие-то вещи, которые, да, там есть своя специфика в белорусском вопросе, в российско-украинском, в израильско-палестинском, но это противостояние вот именно архаики и модернах. Как и Россия со своими скрепами. Это все одно и то же. И становится это возможным, потому что Запад слева либеральными взглядами потерял волю. У них сила есть, а воли ее использовать нет. И тогда хулиган, у которого мало силы и который вообще, в общем-то, никто, он может позволить себе вот эти выпады, как это позволяет Российская Федерация, как сейчас позволяет себе Палестина, просто за счет наглости атаковать более сильных. Ну и это, конечно, мировоззренческая вещь, по большому счету. Я думаю, что мы находимся в таком же этапе, как там мир находился где-нибудь в 1939-1940 году прошлого века, когда определялась, какая будет модель дальше. Но определялась довольно долго и кроваво. Долго и кроваво. И Лукашенко в таких ситуациях, понимаете, на войне нельзя быть из-за тех и из-за этих. В общем, война это о чем? О том, что нужно определяться. Ты за этих или за тех? Ты с теми или с этими? А оставаться в стороне, как правило, не получается. Более того, есть интересные статистические исследования американские, о том, что человек, оказавшийся в зоне конфликта, мирный человек там, нейтральный и тому подобное, лучшее, что может сделать для того, чтобы повысить свои шансы на выживание, это присоединиться к одной или второй стороне. Потому что, оставаясь в этой зоне, если он не может из нее эвакуироваться, сбежать, как мирный, он имеет шансы погибнуть больше, чем находясь в рядах милитарного формирования. И сбежать, собственно, никому никуда уже не получится, потому что шарик у нас стал маленький, и при всем придется определиться. То есть, получается, что у Лукашенко выбора нет? Вот это его знаменитое «Между струйками» тут не прокатит? Ну, «Между струйками» это не его, насколько я помню. Это кто-то из украинских президентов сказал, по-моему, Кучма, если не ошибаюсь, но не уверен. Тем не менее, не прокатит, потому что в ситуации конфликта, который глобализируется, придется выбрать сторону. А попытаться усидеть одной попой на двух разъезжающихся стульях, ну, понятно, чем это грозит для тела, которое на этом сидит. Так он всю жизнь так же? Вот тут всю жизнь так сидит, нет? Он всю жизнь так сидел, сидит, но дальше сидеть не сможет, потому что стулья разъезжаются, потому что конфликта такого острого не было. Тогда еще можно было лавировать, потому что войны не было. У меня ощущение, что у нас и происходит смена эпох, вот в буквальном смысле. И выбор модели развития для человечества вообще. Либо это будет какая-то одна модель, ну, я надеюсь, что это будет модерн, свобода и возможности самореализации. Потому что, ну, вот Палестина, вы же представляете, как там живут люди? Там нет ни модерна, ни свобода, ни самореализации, ничего. Это, в общем, совершенно архаичная система, которая тянет в прошлое. Либо вторая, либо не исключен вариант, что произойдет какой-то там железный занавес между двумя этими частями. Большой вопрос, вот этот железный занавес, Беларусь с какой стороны его окажется? Ну, хорошо. Давайте проговорим просто именно с фамилией Лукашенко, что он выберет. Проговорите это, пожалуйста. Я думаю, что он будет как можно дольше избегать выбора. У Лукашенко есть такая черта, довольно много людей о нем говорили, что, причем отмечали как сильную черту, кстати. Когда непонятно, что делать, нужно подождать. Это его принцип, который он несколько, ну, не цитировали Лукашенко, люди, которые с ним общаются. Я думаю, что он будет тянуть побольше. С другой стороны, у него есть факторы, которые его принуждают двигаться в сторону Российской Федерации, потому что вот буквально там несколько дней назад, вчера, позавчера, я разговаривал там с большой группой белорусов, и мне все время я слышу Лукашенко, Лукашенко, Лукашенко. Говорили про Беларусь, конечно же. Я говорю, что, ребята, проблема, в общем, не в Лукашенко. Лукашенко – это тень Кремля, которая оккупирует Беларусь. Если бы не строив Черномырдин, Селезнев, которые приехали в 96-м году и спасли его от импичмента, никакого бы Лукашенко не было. Если бы не помощь Москвы в кризисах, никакого бы Лукашенко не было. Если бы не заявление... Вот как бы развивались события в августе 20-го, если бы не заявление Путина, что там силовой резерв уже выдвинулся к границам Беларуси. Мы не знаем, не факт, чтобы революция победила. Но это был фактор, который сильно повлиял на протестующих, на их настроение и выбор тактики действий. То есть опять мы каждый раз видим там десятилетиями, как Москва, причем не Путин, спасали и Ельцин спасал Лукашенко, и Медведев спасал Лукашенко. Подставлял ему плечо, давал кредиты, отмазывал, прикрывал. Хотя и ругались. Хотя нет, ругались-то ругались, но ругались по чем? По вопросу там, кому сколько денег, а по стратегическим вопросам их ругни никогда не было. Там молоко туда, молоко сюда, газ по 100 или газ по 130, нефть, значит, как там налоги с нефтью и тому подобное. Знаете, муж с женой тоже ругаются, на что деньги потратить периодически. Но это не значит, что они завтра будут разводиться. И здесь самое главное, что Лукашенко, мы опять возвращаемся к началу, что Лукашенко это порождение российского империализма. Причем даже в 90-е, когда еще никакого Путина не было, он там где-то чемодан за кем-то в Питере носил. И к вопросу о хороших и плохих русских. Видите, какие они разные-то были в разные времена, но все равно вот эта имперскость, она как тень нависает над Белоруссией, держит Лукашенко. Поэтому наша проблема не в Лукашенко, наша проблема в Москве. И именно поэтому белорусские добровольцы, прежде всего полк Калиновского, воюют с русскими. И выполняют очень важную функцию, которую они даже до сих... Многие сами не понимают, какие важные вещи они делают. И дело даже не в том, что... Я знаю, что мне многие скажут, что там один полк туда-сюда на фронт огромные российско-украинской войны, это никак не повлияет. Но они ломают табу. Вот я опять же говорил там позавчера с бойцами, говорю, что ребята, смотрите, когда белорусы последний раз брали в плен Москаля, сколько там? Слудский сброен и чин, если брали? Больше ста лет. Когда белорусы убивали москалей? Когда белорусы воевали с Москвой? Это ведь там совсем дальние времена. И произошла важная вещь. Это слом, прежде всего, почему пропаганда так бесится? И российская, и белорусская по поводу калиновцев и киберов. Потому что это слом табу, причем леволиберальных табу, которые и порождают вот то, что возможен Хамас и все действия, о том, что только ненасильственное сопротивление. Только негвалтованный протест. Со всеми можно договориться. Нет, не со всеми можно договориться. Мы видим, что нельзя договориться с людьми, которые хотят, чтобы не было модерна. Нельзя договориться с Путиным. Нельзя договориться с Хамасом. Их можно, причем, их можно либо истребить и потом изменить там уклад жизни, потому что проблема же не в Хамасе, проблема в населении, которое там живет, которое загнано в эти условия, и у которого сформировалась определенная культурная модель. Между прочим, Хамас победил на абсолютно демократических выборах, если кто-то забыл. Он пришел к власти благодаря выборам и воле большинства, очевидно. Лукашенко тоже. И Лукашенко тоже. И я думаю, что Путин на выборах там на большинстве, выборы там не были абсолютно демократическими, но сравнить ситуацию там, в каком, в первом его выбирали, или в нулевом, я уже не помню, и то, которое сейчас в России невозможно, тогда была у них свободная пресса. Тогда были разные телеканалы, тем не менее, русский народ выбрал того, кто хотел начать с артирой. И того, кто начал, шел на войне и жажде, понимаете, вот такой архотипическая вещь. Вот мы имперцы, мы этим чеченцам покажем, всех их загоним стоило, будут знать, как против России рыпаться. И то же самое с Украиной. И это вещи про модерн и архаику, про средневековье и будущее. Смотрите, Беларусь сейчас стоит на этом, на этой развилке, да, может быть, не по своей воле, может быть, как и с Хамасом, да, Лукашенко тоже пришел к власти честным путем, но потом уже что было... Можно я вас перебью? А 20-й год о чем был? Вот вообще, вообще, там неважно, кто там был лидер, как протестовали, не протестовали. То есть вы хотите сказать, что в 20-м году Беларусь уже свой выбор сделала, в общем? Я хочу сказать, что в 20-м году, в общем, протесты о чем были, если там отвлечься от терминологии и поговорить по сути, про то, что это страна. Я бы не сказал. Я бы сказал, что прежде всего о развитии, о дальнейшей модели развития страны. То есть это будет общество. Достоинство – это только одно из черт модерна. О свободе, о возможности выбора, о возможности влиять на власть, о возможности определять свою жизнь, о том, что... То есть о модерне, по большому счету, о развитии демократического общества. При этом я не думаю, что подавляющее большинство, ну хотя бы большинство тех, кто выходили на улицу, хорошо понимали, что такое демократия. Потому что это были люди, которые политизировались в большинстве в 20-м году. Это было о сложном обществе, либо о примитивном обществе. То есть выбор, конфликт основной, который породил протесты, это общество, которое стало сложнее системы управления. И оно требовало для адекватного управления значительно более сложную систему. А Лукашенко не способен вписаться в эту систему, как может вписаться в сложную систему там средневековый монарх. Он ведь по сути династию и строит. Она должна быть простая. Все подчиняются, провели селекторное совещание, раздали задания. Ну или там приехали к князю в замок, он тоже нарезал задачи, поехали выполнять. Всякие там согласования, учет интересов, компромиссы, права. Ну это же это все слишком сложно. Беларусь оказалась на этом выборе в 20-м, и это тоже закономерно, потому что это тот же мы ведь в центре Европы. Посмотрите на историю Европы, на историю Украины или тех образований, в которые входила Украина. Начиная там с появления варягов, процессы, которые идут в этой части Европы, они являются определяющими для Европы. И они зачастую начинаются здесь и могут проявляться в других формах, но потом проявляться на Европу. Где у нас прошли наполеоновские войны и где решалась судьба наполеоновских войн? Фактически на вот этих территориях. Тогда еще там. Где у нас потом идет Первая мировая война, Вторая мировая война? Где у нас начинает определяться, где ляжет железный занавес и как этот железный занавес останавливается? Он же опять вот в Восточную Европу, Западнее, Беларусь и Украины быстро уходит. И тут начинаются наши процессы раскола от империи, попытки. Ведь у нас и в белорусах, и у украинцах один и тот же процесс. Мы пытаемся построить современное национальное государство. Идет процесс национального строительства и попытка освободиться от имперского влияния. Ну и вот опять, скажем, та же статья, про которую мы говорили. Просто Зенон тогда видел в будущем. Я надеюсь, Зенон Станиславович не обидится. Я много раз это говорил, что как стратег он очень сильный. У него бывают проблемы с тактикой. Но стратегическое видение у него феноменальное. Кстати, насчет опроса. Да, любопытно. Об опасности русского империализма для Беларуси, говорят Тихановский и Позняк, возможен ли союз? Вы спросили, вы немножко поправили, что лучше, конечно, сотрудничество, но варианты такие. Да, оппозиции сближаются 45% и 55% уверены, что нет, им не договориться. Я хочу у вас спросить по поводу... Да, то есть, ну, красиво вот эта история, что борьба цивилизаций, вообще дальнейшего развития мира... Нет, 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 нет. Нет, нет, это не борьба цивилизаций. Потому что это старая политологическая идея, она неприменима в данном случае к нашему конфликту. Это именно смена эпох. Потому что цивилизация палестинская, цивилизация персидская, цивилизация там восточноевропейская, это три разных цивилизаций. Это не цивилизация, это не выбор именно в старом политологическом смысле, это выбор будущего модели развития планеты. И тут еще, кстати, у нас, как рояль в кустах, Китай с их моделью особой, которую сложно отнести ни к одной, ни ко второй. И с их попытками, и в том числе ролью Беларуси, свою модель промоцировать. Причем не в смысле взять и завоевать кого-то или построить цифровой концлагерь, а в смысле попытки продвигать свою модель идеологически. Не очень хорошо у них получается пока, но они пытаются. Я сформулирую быстро вопрос, я надеюсь, вы поймете, о чем речь. Означает ли то, что мы видим, что сегодня происходит в Украине, и вот эта борьба за выбор модели будущего, означает ли, что Беларуси, если мы действительно выбираем модерн, Беларуси не избежать войны? Нет, не означает. Это крайнее средство. Самый пессимистический сценарий. Причем в некоторых сценариях там, ну, я не скажу, что я сильно в это верю. Собственно, Кабанчук говорит, что не избежать, Вадим Кабанчук, заместитель командира полка, что вероятно, втягивание в ядерную войну. С одной стороны, я ему не верю, с другой стороны, я его давно знаю, и несколько раз он очень сильно угадывал. Ну, или его там предчувствие, анализ, что-то еще оказывались правдой в тех случаях, когда никто не верил, что так будет, оно так случается. Но я думаю, что это самый крайний вариант. С другой стороны, я бы обратил внимание на выступление Зеленского, где он упомянул Минск в качестве оси, по которой должна проходить ось безопасности. Это Скандинавия, Балтийские страны, Минск, Киев. И в этом ряду был Минск. И я не думаю, что это было случайное высказывание. И я думаю, что несмотря на то, что у нас много пессимизма, сейчас вот Украина как бы задвинула Беларусь в сторону, а сейчас еще это событие в Израиле, Палестина, они подзадвигают Украину, Беларусь вообще замыливается. Но то, что Зеленский упомянул, я думаю, что это хороший знак для нас. Ну, конечно, такой балкон отдать злу. Тоже прям все говорят о стратегической важности Беларуси на этом изломе. Это очень, это очень, как вам сказать, очень, я не буду опять называть фамилии, потому что разговоры были off the record, но мне украинцы, которые хорошо разбираются, так сказать, в вопросе, сказали простую вещь. Перестаньте нас, беларусы, шантажировать в северном направлении. Потому что, когда вы начинаете рассказывать про балкон, про безопасность, про все остальное, вы забываете одну вещь. в конечном счете, если этот занавес пройдет с балконом, когда Беларусь с той стороны отказывается, с Россией, скажем, то даст нам Запад достаточно средств, денег и вооружений, чтобы держать там еще 200-100 тысяч человек на этом направлении и контролировать, чтобы напихать там мин, чтобы построить там долговременные оборонительные сооружения. И как бы цинично это ни звучало, это может быть даже хорошо для нашей экономики. Потому что все будут понимать, что нужно охранять занавес и под этот и вот этот нависающий балкон и под этот балкон мы получим. Вопрос не пытайтесь вечно про это рассказывать, потому что мы воспринимаем это как шантаж. Особенно, когда беларусская оппозиция это делает. Давайте лучше говорить о ценностях, о возможностях и выборе именно цивилизационном и о том, что наши народы очень близки. И когда вы приходите и там на беларусской мове, которую мы прекрасно понимаем, рассказывать, говорите с нами о истории, о возможностях, о выборе, для нас это близко. А когда к нам приходят и говорят, что если вы не поможете нам победить Лукашенко, то у вас будет угроза севера, мы воспринимаем это как шантаж. И знаете, я тут уже почти год скоро будет прожил в Украине, начинаю понимать, что это образливо, скажем так, такой подход не самый правильный. Ну, хорошо, хорошо. Кстати, я вот упустил этот момент, а когда мы заговорили о хороших русских, ну, именно как, это просто как такой термин, придумали вот и придумали. Я не говорю сейчас хороший, плохой, просто заговорили о хороших русских. Я хотел именно вам, Дмитрий, я подготовил к эфиру это видео, но не выпустил его тут в одиночку с Людой, вдвоем. Я хотел именно, чтобы вы прокомментировали это. Я не знаю, потому что... Ты не знаешь, конечно, потому что я отмолчался. Дмитрий, вы наверняка слышали это, видели, но еще раз, чтобы наши зрители тоже слышали, видели. Мне интересно ваше мнение, что это было. Значит, есть такой живой гвоздь, это после Эха Москвы получилось такое образование в Ютубе, в российском. Ребята сидят в Москве, некоторые в Москве, некоторые за границей, вот Венедиктов там вроде как курирует все эти истории. И вот на выходных прошел большой стрим живого гвоздя. А? Сидят в Москве? Сидят в Москве. Они же в Москве. Ну, да, они из Москвы вещают. Живой гвоздь в Москве. Вот была студия, значит, эфир в поддержку такой, как бы, не марафон, там несколько часов, в поддержку живого гвоздя, вот, собирали донаты, но это не важно. Вот был эфир у живого гвоздя. И вот весь российский интернет сейчас обсуждает вот этот, вот этот фрагмент. Давайте посмотрим. Анекдоты вообще не люблю, у меня, наверное, любимый. Что общего между вагоном с бетоном и вагоном с маленькими еврейскими младенцами мертвыми? Лиза. Ну, Лиза. Алексей Алексеевич. Ну, Лиза. Первый нельзя разгружать вилами. Лиза. Актуалочка? Лиза. Нет, Алексей Алексеевич, вот, все-таки выгнала в краску, обещала, обещала. Лиза. Все. Актуалочка, я не можешь отдать в краску. Друзья мои, друзья мои, всего 10 тысяч за то, чтобы Лиза помолчала хотя бы минуту. Дмитрий, вот, у меня предположение, ну, человек, человеку больно, может быть, человек болит, и она вот так как-то эту свою боль пытается закричать вот так, похабщиной. Что вы думаете по этому поводу? Я ничего не думаю по этому поводу. Вы знаете, ну, во-первых, когда я спросил, сидят в Москве, понимаете, если бы я вас спросил, сидят в Минске, вы бы, наверное, сразу поняли, о чем я говорю, что, как бы, люди вынуждены либо молчать и быть в подполье, либо сидеть в прямом смысле, то есть быть в зоне. А если люди в Москве сидят, ну, не сидят в зоне, то это уже странно для моей точки зрения сама по себе. С другой стороны, слушайте, я не знаю, эту женщину, которая рассказывала этот... Фамилия Лазерсон. Нет, ни о чем не говорит, я первый раз вижу, я не смотрю российские средства массовой информации, не интересуюсь, что происходит в России, мне абсолютно не... Действительно, просто жалко, мне не интересно вот эта вся тусовка российская, но Венедиктова я знаю, я помню, что он когда-то был главным редактором, Эхо Москва, это все, что я не узнаю, я... О, последнее, что я помню, это его интервью с Тихановской. Когда я его видел, до этого там пару лет не смотрел, потому что Тихановская была, там было про Беларусь, я посмотрел. Ничего я не скажу про эту историю, знаете, просто бывают глупые шутки, бывают какие-то неправильные истории, люди делают ошибки, мне это ничего не говорит. Ну, и я могу сказать, что само по себе, а что там обсуждают, я вообще не в курсе этой истории, что типа это было крайне неполиткорректно? Ну, типа того, да, что как это вообще допустимо, и должны же быть какие-то санкции там со стороны Венедикта, вон там главный у них. Вот. Я не думаю, что... Я вообще сторонник, как вам сказать, свободы слова, а свобода слова подразумевает и свободу мата, и свободу дурного вкуса, и похабных анекдотов тоже. Я не думаю, что здесь должны быть какие-то санкции, просто, ну, мне это неинтересно, я бы смотреть мне это не стал. Понимаете, как мне неинтересны все бульварные истории, я это не читаю, как мне неинтересны там множество каналов, которые есть на телеграмме белорусском, которые там вечно, там погони, сенсации, сливы, скандалы. Я их просто не читаю. Мне это... Жалко на это времени. Кому-то интересно, пусть считают. Знаете, есть... Есть... Оно должно быть разным. Я не за то, чтобы это запрещать. Хотя бы, глупый анекдот. Вот и все. Причем даже не смешной. Да, Юля пишет, Костя и Красовского жалел, и эта милая женщина у него от переживаний так шутит. Красовский, помните, про детей украинских, когда он говорил? Ты его жалел тогда? Я не жалел, я пытался... Ну, я не верю в то, что человек, в принципе, способен пуститься до такого, и я искал какие-то варианты, почему он себя так ведет. Некогда вроде бы разумный человек. Вот я искал, я пытался найти эти варианты, и мне казалось, я какой-то нащупал один из таких. Человек способен опуститься до чего угодно, это я вам скажу, и как психиатр по образованию. Второе, то, что в условиях стресса и особенно в условиях опасности проявляется сущность человека. Если человек прожил всю жизнь спокойно, мирно, благополучно, без каких-то войн, без конфликтов, без потрясений, то он сам себя может даже и не знать. Потому что он является социальным продуктом. Продуктом того, кого воспитывала семья, школа, общество. Он старается соответствовать ожиданиям, демонстрировать приемлемое поведение. И он может прожить всю жизнь так, и умереть, и не понять, что он из себя представляет. И только в условиях опасности человеческая натура, вот такое ядро характера проявляет себя. И оно проявляется, как правило, двумя способами. Либо это раскрытие и поднятие человека на такой серьезный героический уровень, либо скатывание в абсолютный мрак, дерьмо и кровь, насилие. Знаете, это огонь, вода и медная труба. Вы же знаете, про что это? Война, дерьмо и власть. Огонь, это война. Медная труба, это, по-моему, слава. Власть, слава. Ну, когда, да, медные трубы. То есть, вот это, власть раскрывает человека, деньги раскрывают человека, опасность раскрывает человека. Ну, собственно, чему удивляться? Я, кстати, здесь не склонен вот считать, что это там связано русские, нерусские. Это во всех нациях так проявляется. Это общее... Я не припомню, чтобы в белорусском ютубе нечто подобное, кроме меня идиота. Ну, я идиот, ладно. Но, вот чтобы позволяли себе белорусы, даже в какой-то критической ситуации, а у нас, слава богу, уже третий, четвертый год пошел этой критической ситуации, чтобы что-то подобное, чтобы кто-то про каких-то там детей русских говорил, что их надо сжечь, как Красовский, про когда, чтобы кто-то рассказывал подобные анекдоты. Я вот не помню. Ну, это... Не-не-не, я ничего... Опять же, сейчас... Вот ты фашист. Не, ну, просто я не помню. Я же просто сказал, что я не помню. Ну, нет, вы просто задали вопрос, я так завис, немножко задумался. В ютубе публично не помню. Некоторые шуточки, ну, не такого зверского уровня, да, проскакивает иногда, в личном общении проскакивает. Не, ну, в личном я вам столько расскажу. Вы мне диагноз не будете знать, какой подзнать. Да, так что, это все. Говорят, извинилась. Говорят, извинилась? Говорят, извинилась, да, ну, ну, уж если извинилась. Ну, да, 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 хорошо. Так, еще момент, есть у вас еще пару минут для нас? Пару минут, да. Да, еще момент, хотел я у вас спросить, вот, на прошлой неделе, по-моему, да, приезжал Карпенко, приезжал Карпенко-ву. Это, значит, председатель Центральной избирательной комиссии приезжал к МВДшникам. Вот, и как-то вот он, вы нас только защитите, вы же смотрите, не дайте парализовать работу избирательных. Избирательная компания. Да, то есть, я не припомню случая в нормальной стране, вот сейчас в Польше были выборы, чтобы глава Центральной избирательной комиссии, если такой есть, я даже, честно говоря, не знаю, как-то он не виден был, чтобы он ездил к полицейским, говорю, ребята, вы же только не подведите. Не подведите, да. О чем это все? Они готовятся к выборам, и они понимают, что для них это будет непросто. Вообще, каким вы видите эти ближайшие парламентские, а потом и президентские выборы в Беларуси? В двух словах. Мы-то вообще до них доживем? Ну, мы-то до них, наверное, доживем, но, во-первых, это психотравма 20-го, во-вторых, это фактически признание человеком того, что сама система порочна, потому что если человек нормально считает голоса, зачем ему полиция? Никто к нему ничего предъявлять не будет. То есть в большинстве стран, когда нормально поставлен процесс подсчета и контроля голосов, то граждане, в общем, и не знают, как там главу Центра избиркома зовут, потому что она вошта, зачем это надо? Ну, вот есть система, она работает, все хорошо, зачем знать, как фамилия того чиновника, который возглавляет, если нет проблем. До выборов мы доживем, думаю, что выборы будут очень спокойными и вялыми, что нас ждет повтор 15-го года. А, то есть просто тихонечко все они проскочат и дальше будут жить, как и жили, да? Скорее всего. Смотрите, репрессии не остановили, аресты идут, зачистки идут, война идет, пропаганда российская работает, идет накачивание нарратива, что Лукашенко спас Беларусь от войны и втягивание в эту войну, он уже второй раз выезжает. Так он в 15-м вылихал на Крыме и на конфликте на Донбассе. Собственно, уже тогда была война. Вы же помните это, вы что хотите, как в Украине? И в 20-м году мне очень многие, в том числе, так сказать, противники Лукашенко говорили, ты что хочешь, как в Украине, ты что хочешь, как в Киеве? Я им тогда сказал, что если вы не хотите, чтобы было, как в Киеве, то в Минске будет, как в Горловке. Горловка, это там, где безлер и без, один из самых страшных таких режимов был в 14-м, 15-м, 16-м году. Ну, фактически так у нас сейчас и есть, когда людей просто забирают за все, что угодно, когда могут забрать по доносу, когда могут забрать за какую-то фотографию, за какой-то значок, символ. Ну, вот у нас как Горловке и получилось. 15-й год, я думаю, что не будет ничего, потому что репрессивная машина закатывает все в асфальт. Без ситуации и опять же, вопрос не Лукашенко, не в Карпенкове, вопрос в России. До тех пор, пока Россия остается достаточно сильной, чтобы поддержать и контролировать, шансов нет. Потому что Россия будет удерживать Беларусь до последней возможности. И именно поэтому вот как бы элита белорусов сегодня в прямом смысле физически вооруженным путем воюет с Российской Федерацией. Как это делают там калиновцы, либо это делают киберы, которые воюют в том числе там и с Российской Федерацией. Как это делают те, кто помогают, волонтеры, как это делают те, кто обеспечивает мобилизацию. И без поражения серьезного ослабления России и при этом без наращивания силовой компоненты у нас победы быть не может. Поэтому как бы хотелось бы, чтобы я все еще вижу у себя заставку Тихановской и Позняк. Не, но это она не меняется. Мы начали с этого разговора. На это не обращайте внимания. Так вот давайте этим и заканчивать, чтобы не только Позняк в каждом выступлении призывал вступать в полк Калиновского, но и Светлана Георгиевна и остальные оппозиционные лидеры начали это делать и поняли, что на войне, а Беларусь фактически в состоянии войны, все общество работает на войну и на армию. Все остальное вторично. Это будет потом, после победы. И соответственно и помощь, и поддержка, и мобилизация, и обеспечение, и дипломатическое, и политическое, и санкционное. То есть, чтобы все это было в одном кулаке, чтобы все это было скоординировано, и чтобы было четкое понимание и у общества, и у оппозиции, и у диаспор, и у лидеров наших национально-демократических сил, что без силовой компоненты мы с вами так и будем, я из Киева, вы из Варшавы, если не ошибаюсь, вы в Варшаве, да? Общаться по интернету про Беларусь, но в Минск мы не вернемся. Спасибо, Дмитрий, за разговор, как всегда. Спасибо. Как всегда очень оптимистично. Нет, ну, как всегда интересно. Для этого же мы и приглашаем вас. Субтитры сделал DimaTorzok